Вы организатор международного телевизионного проекта Кубок Дружбы и других хороших мероприятий Александр Лавринович. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Юлия. Рад встрече с вами. Взаимно. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю с завершением такого большущего, красивого, масштабного проекта. Рассказывайте. Мы смогли. Мы смогли. Проект получился большой, насыщенный. Ну, в общем, не мне вам рассказывать. Вы, наверное, как и многие другие, где-то тихонечко зашли на канал YouTube и, естественно, все наблюдали в онлайн-режиме. Правда? Александр, я-то в курсе того, что происходило на Кубке Дружбы, а вот наши зрители, возможно, не видели того потрясающего финала, который состоялся на сцене Творца профсоюзов. Да, баттл был нереальный. Вот уважаемые представители нашего судейства решили, что организационному комитету не должно быть просто. И они решили прямо в ходе гала-концерта в режиме онлайн устроить баттл между двумя претендентами на приз Гран-при. Но, я думаю, они заранее знали, что он будет разделен. В общем, друзья, я рассказываю, два сильнейших конкурсанта, вокалист Егор Дудко и танцор Савва Герасимов выходят на сцену и в последний момент не понимают, кто из них все-таки будет обладателем Гран-при. На что вы, Александр, нашли прекрасное решение. Ну, правильно, ивентер, он должен быть готов ко всем непредвиденным ситуациям. Да, мы разделили приз Гран-при равными долями между участниками. Слушайте, подождите, расскажите о том, как танцор танцевал под фонограмму вокалиста, но, соответственно, потом наоборот сделал. А вокалист пел под фонограмму танцора. Такое предложение внесла наша гостья из Москвы, Наталья Шамеладзе. Это музыкальный редактор шоу «Голос». Вот она решила, что у нас тоже должна быть изюминка телевизионного проекта. И получился такой своеобразный баттл, который зажег не только публику в зале, но и взорвал, кстати, сети интернет. Комментариев было огромнейшее количество. И тот, кто болел за наших ребят дома, я думаю, чемпионат по футболу отдыхает. В общем, друзья, настоящие вот такие искренние эмоции. Я знаю, что Егор Дутко, он же из Могилева. Абсолютно верно. В Могилеве уже настоящая звезда, ходит по всем телерадиоэфирам. Абсолютно верно. И радио, и телеканалы, и газеты. Огромное количество публикаций Егоре. Про Саву тоже не забываем, где-то стараемся репостить. То есть мы поддерживаем наших участников. Кстати, а что говорит Ольга Навроцкая? Она как раз-таки педагог и хореограф. К сожалению, сегодня не смогла появиться в студии Белмастово, но передавала нам всем приветы. Что рассказывает, какие у нее впечатления? Вы знаете что, я очень надеюсь, что у всех участников и педагогов, которые посетили наши мероприятия, остаются только хорошие впечатления. Кстати, эти впечатления можно повторить в Бресте. С 14 по 17 марта пройдет международный многожанровый фестиваль «Миллениум», который приурочен... Хорошие у вас темпы. Да, к тысячелетию Бреста. Это уже очень-очень давно запланированное мероприятие. Оно внесено в план график празднования тысячелетия города. Будет огромнейшее количество всяких фишечек. Одно из них станет фестивалью личной еды «Гоуфуд». Также будет играть оркестр на открытии. А завершится, мы все надеемся, сейчас идет согласование, огромным красочным салютом, который будет синхронизирован с музыкой. В общем, будет очень-очень круто. Это огромнейшее событие в мире фестивального движения в Беларуси. Да, подождите. Участвовать с юным начинающим талантом тоже можно. Абсолютно верно. Возрастные рамки от 3 лет и старше. Дорогие друзья, с более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте фестивали.бай. Там все подробно расписано. Находим фестиваль «Миллениум» и читаем. Причем, Александр, это не единственное мероприятие, которое вы планируете в самом ближайшем будущем. Да, Юлия, вы, наверное, много о нас знаете. Вы когда-нибудь отдыхаете? Нет, мы не отдыхаем. Учимся у вас. У нас будет в апреле проходить мероприятие. 13-14 апреля будет проходить мероприятие в Минске. Называется «Арт Моушн». Кстати, «Арт Моушн» планирует посетить звезда танцев на ТНТ Антон Пануфник. Уже с ним договорено его присутствие. И будем надеяться, что фестиваль станет ярким не только для вокалистов, как было в прошлый раз на Кубке Дружбы, но и для танцоров. Создаем максимально комфортные условия. И, конечно же, это призовые. Ну, учитывая, что Савва Герасимов как раз-таки уже дорожку танцором проложил, протоптал и протанцевал, я бы сказала так. Абсолютно верно. Александр, спасибо вам большое. Спасибо, что делаете такие масштабные, классные проекты, где молодым, талантливым можно себя проявить. Я желаю вам удачи, я желаю вам хорошей подготовки. И все-таки поспите. И кто сказал, что фестиваль?